Всем привет, друзья! Это канал Первый Уровень. Как я и обещал, сейчас мы заглянем в еще один акт, пятый, который был недоступен по причине того, что я проходил игру на уровне Безумия. Сейчас мы в концовке расправимся с демоном башни Ластором, и, на самом деле, там будет сценарий развиваться немножко не в ту сторону, но давайте заценим... О, здесь совсем мало ему осталось. Вот так мы его добиваем. И если на Безумие была хорошая концовка, то смотрите, что нас тут будет ждать. Ну, во-первых, заставочка. Это Ластор? А, это был он. Когда он успел сюда попасть? И как сюда проник? Погоди, а где же Люцифер? Дэниел, ты только что убил Ластора. Люцифер где-то рядом. Идем! Погоди. А вот и я. Асмодеус. Старый знакомый. У нас проблема. Нам кажется, что Люцифер скоро будет здесь. Почему? Он только что убил Ластора. Что? Асмодеус? Постой, а почему ты здесь? Есть новости об армиях? Прекрасно, Дэниел, прекрасно. Я знал, что ты силен. Но этого от тебя я не ожидал. Ты бы очень пригодился в этой войне. И думаешь ли ты, что на этом все кончено? Ты ведь не прячешься в этом мире, да? Нет. Не совсем. Чем же ты здесь занимаешься? Копаю могилы. Асмодеус не такой уж и крот, да? Получается, он у нас главный славей. Люцифер. Люцифер. Мне очень жаль, что ты неправильно выбрал сторону. Знаешь, я не хотел, чтобы ты меня узнал. И мне казалось, что раскрывать себя не придется. Но, похоже, Алластров не сделал то, о чем его позилие. Очевидно, я был прав. Когда твердил ему, что еще слишком рано начинать решающую войну. Но это не важно. Если я не захочу рай, то захочу больше что-то другое. Пока что это было достаточно. Похитил Еву. Молодец. Где они? Он забрал ее в ад. Что? Мы знали, что они входят в этот мир через могилы. Но они думают, что к этому имеет отношение сам Люцифер. Тебе повезло, что он не забрал тебя с собой. Я иду вслед за ними. Нет, ни в коем случае. Ты прошел испытание. Идем. Я сказал, я отправляюсь за ними. И я еще не закончил. Шутишь? Ты не представляешь себе, каково там. Ты никогда не видел ничего подобного. Оттуда еще никто никогда не возвращался. Ты останешься там навсегда. Тебя ждет Кэтрин. Идем. Скажи, чтобы не ждала. У меня другие планы. Ты не понимаешь. Дело в том... Это я не понимаю. Нет, это ты не понимаешь. Но мне уже все равно. Я должен был сразу попасть туда. Но вместо этого ты заставил меня бороться за выживание здесь. Я не заслужил этого. Вы с ним? Оба об этом знаете. Люцифер еще не побежден. Он перегруппирует силы и снова вернется. И что тогда? Вы снова позовете меня и отправите сюда? Еще рано праздновать победу. Слишком рано. Я его остановлю раз и навсегда. А теперь покажи мне, где находятся врата. Неужели на тебя так повлияли поглощенные души? Да будет так. Ты выбрал в свою судьбу. Врата здесь. Тебе придется силой проложить себе путь. А после того, как ты войдешь, выйти уже не удастся. Изнутри врата хорошо охраняются, чтобы не выпускать и задать тех, кому суждено провести там вечность. Не беспокойся обо мне. Ну что ж. Вот это уже будет не добрая концовка, не хэппи-энд. С другой точки зрения мы сейчас посмотрим на уровни с пятого акта. И первый из них называется «Город на воде». Как мне рассказывали, очень красивый. Ну, сейчас мы все вместе посмотрим. Да, действительно. Шикарный вид. Знаете? Так, ну, во-первых, 249, да? Чем-то мне отдаленно напоминает это все по масштабности Биошок Инфинит. Понятно, что там действия в небесах разворачивались. Но вместо вот воды, представьте. Соответственно, облака. В целом, будет все очень похоже. Слушайте, а тут есть патрончики. На безумии такого точно никогда не встретить было, чтобы в ящиках обычных были патроны. Ну да ладно. Прикольно. Пошел замес. Посмотрим, насколько сложнее играть в таком режиме сложности. Но пока, судя по уронам, если честно, они вообще ничего не наносят. Так, можно брать души. Кто-то еще? Да нет, вроде музыка успокоилась. Патрончики. Идем дальше. Так, ну эти почки я точно разобью. Улетел, чувак. Так, ну здесь уже посложнее замес. Берем пулемет. Первый такой серьезный замес на этом уровне. Красиво. А вот смотрите. Птицы жрут, короче, падать. Прикольно. Сделано. Патроны, патроны, патроны. Кто в меня дубасит? Ну вот. И еще кто-то, да? Остался. Ой-ой-ой. Так. Ну что? Идем сюда. Нет, здесь все закрыто, кстати говоря. А хотя тут, смотрите. Секрет нашли. Не все так уж и просто, оказывается. Так. Ну кто-то еще остался, да? Вон там кто-то. Пока я никого не вижу, кстати говоря. Ладно, идем. Посмотрим. Ну, надеюсь, это не глюк. Ладно, давайте выходить вот сюда, вот обратно. А вот он, засранец. Все, готов. Вот, говорю, здесь механика в пейнт-кейле такая, что дальше вы не пройдете, если, соответственно, не уничтожите всех монстров. Не откроется контрольная точка и так далее. Слушайте, всего лишь 20 монстров убили. Представляете? А там еще 200. Ну что ж, долгий уровень предстоит. Я так понимаю. Так, кто-нибудь здесь есть? Конечно, есть. Вот он. Кто-то еще? Здесь вроде бы все. А здесь? А здесь новые какие-то монстры. Ну, достаточно просто мы с ними справляемся, если честно. После уровня безумия, здесь просто как прогулка какая-то. О, электропушка даже пригодилась, которую я ни разу не использовал в обычном прохождении. Ну и хорошо, что тут намного легче. Кстати, я сейчас только увидел то, что вот эти чуваки, у них рожи, короче, рыбомордные. Это, может, отсылочка к произведениям Лавкрафта. Потому что все-таки город на воде. Скорее всего, туда. Авторы намекают. Это достаточно прикольно. Так, ну очередной замес. Здорово, ребят. Кто там сверху? А, все, я тебя вижу. Так, что-то там открылось, я слышал. Сзади нас. Вот сюда вот проходик. Так, а здесь можно выпрыгнуть. Мы не будем этого делать. О, ребята, смотрите. Давайте им подарочки сделаем. Прикольно, они разлетелись, конечно. Так, слушайте, а тут еще наверх можно забраться. Прикольно. Не зря сходили наверх. Так. Ну, мне теперь сюда, окей. Все пока что проходится достаточно приятно и просто. Так, ну мне вот сюда, да? Скорее всего. Да. Здесь какие-то, слушайте, экспонаты. Музейные. А здесь я был? Не похоже, чтобы я здесь был. Может мне и не сюда, конечно? А нет, сюда. У них, кстати, значок, как у панишера. На майке. Похож очень. Такой череп. А вот это рыбомордные, чуваки. Это точно лапкрафт. Берем броню. Так, ну кто-то еще остался, да? Ну, конечно. Знаете что? Вот так вот мы поступим. Вот и все. Делов-то. Слушайте, два прохода. Один сюда, другой сюда. Ну, я пойду на контрольную точку, разумеется. А вот это очень красиво. Смотрите. Не дают нам, конечно, полюбоваться, но... Блин, насколько же это красиво. Сколько же у вас ребят? Так, ну давайте смотреть, что по нам вообще ведет огонь. Ну, вот эти снизу, это понятно? Давайте я дарбовидит возьму. Вот это, наверное, самое сложное пока что место на этом уровне. Очень большое скопление монстров. Так, ну остался еще. Ну, вот он. На башне стоит. Все, что ты будешь делать, да? Так, иди сюда. Так, раз. Ну и последний вот здесь вот остался. Сейчас мы его снимем. Сняли. Смотрите, какая красота. Все-таки я назад отойду. Как же красиво все выглядит. Так, чувак, держи. Не знаю, может это какой-то прообраз настоящего храма Венеции. То, что это Венеция, понятно, по-моему, уже всем и каждому. Уж очень много сходства. Давайте патрончики пособираем. Патрончики, монетки. Почему бы и нет. Так, слышу тебя. Что-то там. Недовольны. Так, ну где вы тут? Я сейчас к вам поднимусь. Вы, наверное, наверху где-то там стоите. Так, вот он. Выскочил я на крышу. Этого прекрасного храма, собора. Напоминаю, что мы идем вроде как в сторону врат ада. Ну что я могу сказать. По дороге в ад прекрасно. Виды открываются. Очень красивый уровень. Повторюсь. Заберемся вот так вот. Так, на самый верх. Ох, отлично. Можно и на самый верх подняться, смотрите. Ну, это пейнткиллер здесь. С помощью прыжков можно куда угодно подняться. Прикольно. Но нам надо вниз. Давайте вот так вот спустимся. Ничего страшного. Так, ну смотрим. Теперь нам куда. Давайте сюда попробуем пройти. Да, музон начался. Другое дело куда нам? Вот сюда вот прям? Или не сюда? Ну, здесь открылась дверь. Наверное, все-таки не сюда. Давайте назад. Пойдем вот сюда вот. Ага, все, вижу я монстр. Теперь понятно. Вот сюда вот нам. Ха, чувак улетел. Напоминаю, что вода здесь смертельно опасна. Все, отлично. Так вот и прошли. Половину монстров мы уничтожили. Ох, здесь какая-то площадь с фонтаном. Все по канонам, знаете так. Венеция. Венеция. А здесь какие-то новые монстры. Огромные какие-то скелеты. Слушайте, еще сверху, смотрите, они падают прям. Ну что, это опасно будет. Здесь уж какой-то челлендж Имеется на этом уровне сложности Против таких соперников. Но все равно они, видите, отлетают. Так что, ничего страшного. Кто-то меня сверху еще закидывает. Это можно посмотреть будет. Так, окей. Не, разрабам, конечно, полный респект ос. За дизайн. Как они сделали первую локацию, по сути, акта. Сразу, знаете, так представили свой продукт. С наилучшей точки зрения, что, чуваки, вы не зря второй раз проходите на другом уровне сложности. Так, кто меня закидывает? Можно я вообще поднимусь наверх? Нельзя. Ну ладно, давайте смотреть по компасу. Чувак вот где-то здесь, да, бродит? Вот он. Ну, это будет достаточно сложно в него попасть. Так. Где он там? Отлично. Фонтанчик нырнул. Кстати, я уж был подумал, что тут вода тоже смертельно опасна. Не, в фонтане все окей. Так, давай-давай, иди. Это, конечно, неудобно в них так целиться, если честно. Ну, отлично. Еще кто-то остался, да? Вот это сверху, это же стекло, правильно я понимаю? Ну да. Очень хрупкая конструкция. Так, ну все. Или еще кто-то остался? Кстати, там жизнь. Давайте я подберу. Не, он не подбирается. Так, ну ладно. Открывайте ворота, ребят. Вот, наконец-то подняться можно. Рыбомордные приятели. Ну, просто здесь можно стоять и их расстреливать. Ничего страшного они не представляют. Ну, по классике с двух сторон атакуют. По классике по импидерам. По сути, всех холстфудных шутеров времен нулевых 90-х. Так, ну кто-то еще? А, ну там сверху, посмотрите они. Ну я сейчас, снизу точнее. Я сейчас к ним спущусь, я просто хочу вот тут погулять. Почему бы и нет? Ох ты. Первый все-таки дошел. Здорово, ребят. Я к вам спускаюсь. Чтоб было легче. А они, наверное, сейчас... Они, короче, в этот момент уже забрались туда. Ну ладно, ждем, пока они спустятся. Вон они там бегут. И все, что ли? Ну это было легко, ребят. Так, еще одна площадь какая-то. О, ребят, зря вы тут на бочке встали. Очень зря. На что вы надеетесь? Непонятно. Так, кто меня закидывает? Готов. Ах, как красиво он улетает. Поэтому наплевать то, что я бочкой уничтожил. Так, ну давайте идите сюда. Так, вообще, знаете что? Дайте-ка мне взять вот это вот. Ну все, до свидос. Смотрите, сколько еще. Появились. С предыдущей локации откуда-то вон оттуда выбежали. Непонятно. Прикольно, смотрите, клюют стервятники. Падаль. Они просто улетают, смотрите. Так, ну я вижу. Попаду, интересно? Давайте попробуем. Не долетает, да, туда снаряд? Да, ребят, вы что успокойтесь. Мне вообще не страшно. Ну реально, этот уровень можно на расслабоне пройти. Для тех, кто раньше играл на безумие, вообще не сложно. Но это и хорошо. Наша же главная задача посмотреть. Тот контент, который мы не могли посмотреть, а именно это уровни, заценить. Насколько они прикольно сделаны. Так, там еще один. Бежит ко мне. Да, я вижу, что там кое-кто. На самом здании стоит. Чуваки просто улетают. Так, ну ладно. Давай, останавливайся. Готов. И я не знаю, попаду я или нет. Наверное, вот как-то так надо. Чуть ниже. Что ж ты будешь делать, да? Так, еще кто-то бежит. Так, ну окей. Сами напросились. Что, еще одна порция будет? Кто у меня еще стреляет? Понятно. Вижу тебя. Готов. Так, ну... Так я в него должен попасть. Чуть выше. Готов. Вот такая вот волна интересная. 211 убито. Осталось 38, между прочим. Знаете что, единственное я... Хочу патрончики. Тем более, там уже конец уровня будет. Подберу монетки. Не хочется отсюда уходить, если честно, но... Там нужно посмотреть и другие уровни. Так, а это опасно. Не очень большая территория. Как-то я расслабился. А здесь, наверное, будет замес. Так. Ну, с другой стороны, все что. Вроде бы, ничего опасного. Красные души, они больше восстанавливают, да? Насколько я понимаю. Сюрикен возьмем. Так, я в режиме демона. Первый раз в пейнт киллере. Напоминаю, что на безумие режим демона... В целом, невозможно вызвать. Прикольно. Слушайте, вообще имба, конечно. О, там, смотрите, сверху еще стоит. Чувак. Вот и все. Сейчас можно выйти. Единственное, я посмотрю патрончики. Потому что слишком много я тут потратил. Под конец. Красиво очень. Игра света. Смотрите, да? Дизайнерам респект. Полнейший за этот уровень. Посмотрим, что нас там дальше ждет. О, я вижу броню. Подождите, ребят. Пока я не хочу уходить с этого уровня. Я возьму броню, потому что мало ли там в дальнейшем она не пригодится. Все, идем. Ну, всех замочили, понятное дело. Найдите все секретные области, чтобы получить карту. Ну, здесь сложно в Пенткере найти эти все секреты. Я, по-моему, и в комментариях отвечал, что... В основном секреты тут добываются какими-то прыжками и прочим. Ну, в крайнем случае там в редких это нахождение каких-то реально секретных мест. Но это редко. Обычно там куда-то запрыгнуть нужно. Так. Доки называется следующий уровень. Вот про него я говорил, что многим он не нравится. Ну, посмотрим. Хотя есть мнение, что многим наоборот он нравится. А, ну, знаете, это такая вот рабочая-рабочая площадка. Как будто по добыванию, я не знаю, нефти какой-то. Промышленная такая. Промышленный уровень, так его назовем. Наверное, он будет не очень красивый. Возможно. Так, я хочу сюда забраться. Ну, посмотрим. О, я вижу броню, между прочим. Еще одну. А че это у меня броня не сохранилась с предыдущего уровня? Вообще это не честно. У меня было 200 брони. Так, ну все, я взял патроны. Ребята, а как тут вообще спускаться-то? Вон, я вижу... Ой-ой-ой. Я вижу еще одну броню, между прочим. И лестницу. Так, музон пошел. 261 соперник. Ёлки-палки. Ну, а как спускаться-то? Алло. Ну, я, конечно, могу попробовать вот как-нибудь... Ой-ой-ой-ой. Вот так вот как-нибудь, я не знаю. Да, это называется спустился. На безумие я бы уже бы... Точно бы... Погиб бы. Блин, а здесь достаточно сложно. Здесь какие-то рабочие, смотрите. Наверное, не лучшее оружие. Знаете что? Я возьму пулемет. С работягами вот так вот поговорю. Общаюсь. Какая-то у них, видимо, забастовка. Не хотят работать. Но мы пообщаемся, конечно. Тоже, знаете, такой атмосферный уровень. Чем-то напоминает... Уровни из URM-ти. Помните, да? Мы на канале проходили. Чем-то вот это отдает таким, знаете... Чем-то родным. Не знаю, даже... Советским Союзом каким-то. Какие-то рабочие. О, чувак, в космос улетел. Красиво очень. Так, ну что ж. Можно, конечно, забраться. Так, а здесь нам не пройти. Понятное дело. Ну, это первая волна, кстати, была. Да, понятно, что это не Венеция ни разу. Виды немножко такие... Хиленькие. Хиленькие. Но ничего. Может, кому-то этот уровень больше даже нравится, чем Венеция. Каждого вкуса разный. Мне этот уровень пока что меньше нравится. Так, ну так мне не перепрыгнуть, к сожалению. Можно подняться. Насколько я вижу. Вот сюда вот. Или нельзя? Это лестница у нас или что? Нет, не поднимается он никак. И лифт не поднимает. Ну ладно. Ничего страшного. Идем дальше. Пока что все очень просто. И меня это устраивает. Сколько тут еще раз соперников? 261. Ну много. Все так, знаете, депрессивно выглядит. Заброшено. Как будто завод такой, знаете. Где-то в глубинке в России. Так. Новая волна. О, это какие-то алкаши с бутылкой. Слушайте, у меня реально впечатление, что мы находимся где-то на территории нашей необъятной страны. Потому что, ну слишком много уже совпадений. Либо это поляки, у них то же самое плюс-минус происходит на заводах. Ну вот они бухают. Рабочие. Рабочий класс. Так, а кто-то с этой стороны же еще. Ох ты, какой полет. Так, ну ладно. Патрончики возьмем. Так, окей. А кто в нас фигачит, а? А, ну вижу тебе. Держи. Вот так. Прошли местность. Взяли броню. Все очень неплохо. Проходим. Так, а имеет ли смысл мне идти туда? Ну там закрыто все. Там депо закрыто. Ладно. Кстати, всего лишь 45 монстров мы уничтожили. Это очень мало. Это пятая часть. Ну на самом деле сложнее уровень, чем Венеция. За счет вот этих вот локаций. Здесь меньше вариантов куда-то уйти. И соперники, они все огнестрельные. Насколько я вижу. Так. Замес какой-то. Давайте с ракетницей немножко походим. Кстати, у нас пулемет опять появился. Почему бы не использовать пулемет? Быстрые тут достаточно соперники, если честно. Давайте искать, кто тут остался. Так. Это где-то тут пол. Вы его видите? Я не вижу. А, ну вот он. Красавчики. Главное, чтобы мне за спину сейчас никто не зашел. Как они любят делать. Не, никто не заходит вроде. Ну вот он, красавчик. Куда ты убегаешь? Куда ты убегаешь? Красавчик. Прикольно. Наконец-то мы вышли на какую-то свободную зону. Вот и все. Ну что я могу сказать. Локация зачищена. Так, что бы такое взять, ребят Ну, возьму я дробовик Как обычно А, во, патрончики Патрончики и там вдалеке Я вижу вон там вот броню Мне Туда пока, по всей видимости, не добраться Так, идем Новая локация Старые проблемы Какие-то новые ребята Или я их уже видел И запамятовал Ну, где-то по три типа врагов На каждый уровень, в контейнере Так, ну и сверху остались Ребята Вот он, раз Второй Ну, они все на этих вышках Стоят Нет, бы спрыгнули Ну, отлично Вот так вот мы расправились По поводу брони Короче, знаете, где я ее видел? Сейчас вам покажу Супер броня А вон она Ну, я не знаю Ребят Ну, я так не перепрыгну И так не обойду Ладно, без супер брони Обойдемся пока что Так, ну я вижу Вон туда нам надо На лифт Ну, я пойду за патрончиками Теперь на лифт К первой сотке приближаемся Высоко Высоко Прикольно все Прикольно все выглядит Канонично Но я хочу Я вижу, что нам направо Я хочу просто забраться сюда Что у нас тут? Посмотреть, так сказать Всю местность Для любителей прыгать Пожалуйста Прыгайте За Гралью Я не хочу прыгать Честно Вон там Граль Собирать Секретики Это было неудачно Секретики Так, ну теперь давайте Все-таки Пойдем По нашему Изначальному маршруту Главному Это вот сюда Контрольная точка Сохранение Теперь вопрос Там куда? По всей видимости Сюда Так Не слезай Давай по-аккуратному Как-нибудь Вот так вот Так, отлично Все, слезли И замес Он бежит там Смотрите Бухари бегут С бутылочкой Ну мы с ними справились Где-то здесь Должна быть Супер Какая-то волна Быть Сложная Потому что Ну смотрите До сих пор 85 всего лишь Противников Хотя мы здесь Уже находимся Я не знаю Я не знаю Минут 15 Наверное Бегаем Где основное заместо Здесь будет Так Смотрите Сколько у вас А Так Ну здесь Слушайте Да Здесь опасно Становится Так Кто тут стреляет А Кто-то сверху Наверное Сидит Как всегда Кстати Вот здесь Вот Патрончики Ага Вот они Вот они Ребята Раз Ну и два Там еще Бежит Готов Все равно Это даже Не сотка Соперников Пока что Ну ладно Видимо Готовит Финальную Порцию Ближе К концу Уровня Готов Так Ну вот Вот она Вот она Пошла Они кстати По-моему Еще взрываются Поэтому Ну что ж Это уже Похоже На хоть Какую-то Волну Достойную В стиле Пейнткиллера Вот чувак Просто в космос Улетел Смотрите Нулевая Гравитация Так А че это Она взрывается О Скелетики В предыдущем Уровне Они появились Здесь Смотрите Их Разрабы Опять Запихнули Я Специально Постреляю Базухой Иначе Кстати Неплохо Они так Не отснимают Жизнь Иначе Короче Промакиваются Постоянно Через Них Снаряд Лучше Пол Стреляйте Прошли Волну Кстати Говоря Я вижу Супер Жизнь Вот как Добраться До нее Это не Разбить К сожалению Никак Как бы Добраться Давай 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 Почти Ты же можешь Все Отлично Добрались Ну Видите Все Вот эти Секретики В Пент Хилл Это Просто Прыжковые Какие-то Упражнения Поэтому Мне они Не особо Если честно Нравятся Так Смотрите Смотрите Букер Прикольно Оттуда О Нифига Ух ты Блин Сколько У вас Тут Ну Тогда Ракетницы Получите Ну Вот И Все Депрессивная Такая Локация Не Не Потому Что Она Мне Нравится Она В таком Стиле Знаете Выглядит В таком Темных Тонах Сер Рабочих Так А здесь Вообще Есть Что Ни Поживиться Секретик Может Быть Какой Ни Ничего Нет Ну Ладно Ничего Страшного Возьмем Патрончики Обязательно Предыдущая Локация Что-то Не Взял Так Ну Окей Ух ты Прикольно Мы на корабль Идем Это Немножко Разбавит Монотонность Локации Ну Кстати Достаточно Сложно Убить Этого Спилета Много Урона Надо Нанести Броню Броню Найти Если Честно Вот Чтобы Мне Помогло Пока Я Не Найду Так Где Вы Тут Ребят Как Называется Лумбагу Опять Может Это Прообраз Какого-то Корабля Можете Написать Если Знаете Так Отлично Еще Одна Волна Уничтожена Слушайте А тут Аж Можно Забраться Правильно Я Понимаю Я Уверен Что Туда Можно Как-то Забраться Вон Только Надо Допрыгнуть До Лестницы Соответственно Вопрос Как Допрыгнуть До Лестницы Так Окей Я Забрался На Вагоны Не Вон Туда Если Что Так Раз Теперь Надо Так Хорошо Так Окей Допрыгну Или Не Допрыгну Вот Вопрос Нет Попасть На Корабль Но Я Думаю Что Сейчас Плюс Минус Мы Там Окажемся Все Равно Потому Что Но Смысл Да Мы Там Окажемся Смысл Было Делать Раз Равно Все Логично Очень 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 Высоко Оказываемся Еще Кстати Выше Забираемся Так Авто Авто Сейв Знаете Что Я Пойду За Броней Схожу Я Вроде Как Вижу И Вроде Это Не Очень Сложно По Идеи Как В Начале Уровня Короче Один В Один Вот Эта Вот Механика И Это Секретная Область Считается Еще И Супер Жизнь Теперь Вопрос На Так Как Мне Вообще Спуститься Давайте Думать Вот Как То Так Я Не Знаю Мне Надо На Корабль Правильно Я Понимаю Значит По Ту Сторон Мне Надо Как То Прыгать Сколько Это Уничтожит Мои ХП Вот Вопрос Конечно Очень Хороший Ой Ну Да Вот Так Вот Спрыгнули В Эпицентр Так Сказать Ну Ничего Страшного Сейчас Посмотрим Что К Чему Уходим Пока Сюда На Открытое Пространство Так Режим Демона Активировался На Немножко Совсем Ну Не Хватает У Мне Душ Так Отлично Режим Демона Но Они Слишком Далеко Если Честно Я Наверное Не Добегу Даже До Них Не Добежал Вот Они Вот Они Ребята Получайте Просто Жесть Да Не Повезло Ну Кстати Логично Дэниел Да Главный Герой Зовут Он Поглачает Душ И Становится Если Слишком Много Поглачает Душ Он Становится Демоном На Какое То Время И Вот Это Принятое Им Решение Пойти По сути В преисподнюю В ад Оно Просто Раскрывается Яростью Нелогикой По логике Он должен был Встретиться С супругой И все Это Главная Его мотивация Но Тут Он Видите Решил Поквитаться Самим Лицифером То есть Он Сам Стал По сути Демоном В конечном Итоге Все Отлично Вся волна Смотрите Так Ну знаете Что Можно Конечно Забраться Будет Вот сюда Как-нибудь Или я уже Не Не заберусь Ну ладно Так Давайте Смотреть Куда Теперь Нам Нужно Внимательнее Пока Что Я ничего Не вижу Если Честно А Он Кстати Броня Смотрите Ну Если Только Вот По Этим Механизмам Потом По Контейнеру И Спрыгнуть Сюда Вот Как-то Так Если Только Ладно Давайте Искать По идее Нам Вперед Куда То Надо Ити Правильно Я Понимаю Отлично Все Нашли Заходим Внутрь Корабля О Тут Ребята Бухают Их Нельзя Близко Подпускать Потому Что Они Могут Взорваться Так Отлично Давайте Я Все Так Возьму Дробовичок В таком Узком Помещении Я думаю Самое Рано Использовать Этот Тип Оружия Так Ну Окей А Здесь У нас Что А Здесь Замес Ну Оружие Оружие Сейф Красавчик Красавчик Какие-то Каюты Смотрите Ну Как Я Предположил Что Основной Замес Получается На этом Корабле Будет Что Весьма Логично Так Что Там Открылось Впереди Да Ну Ребят Вообще-то Здесь Очень Много Можно В окошко Посмотреть А Здесь У нас Что А Здесь У нас Закрыто Ну Что Ж Все Понемножку Ближится К концу Здорово Ребят Вы тут Откуда Вообще Появились С Двух Сторон Атакует Все 40 Монстров Мы не уничтожили Видимо В какую-то Локацию Не зашли Маленькую Ну Ничего Страшного Такие Приборы Радары Отлично Ну Ну Что В следующем Видосе Мы Посмотрим Уровень Монастырь И еще Один И потом Будет Уже Ад А если Понравился Видос Обязательно Подписывайтесь И Встретимся Уже Чуть-чуть Позже Пока-пока Продолжение следует...